В доме Ани и Сережи не бывает скучно. Брат с сестрой всегда находят интересное занятие. То котят выхаживают, то черепашек растят. Ребята вообще не сидят без дела. Так они воспитаны. Во всем и всегда помогать старшим и друг другу. Сережа в свои 14 вовсю управляется на кухне, с удовольствием готовит салаты и мечтает когда-нибудь стать шеф-поваром. Только я еще торты не научился делать. А пока он учится в школе. Как и многие мальчишки любят спорт. Увлекается плаванием, бегом, волейболом. В соревнованиях по дартсу и вовсе занимает первые места. Одно из любимых занятий Сережи – рисование. За свои художественные работы он также уже получил множество грамот на разных городских конкурсах. А еще у мальчика есть не совсем обычное увлечение. Он шьет игрушки. Его сестра в мастерстве и рукоделии не отстает. В свободное время вышивает крестиком целые картины. Аня, как и младший брат, очень хорошо рисует и тоже выставляет свои творения на различных экспозициях. Я не занимаюсь специально, но я раньше занималась где-то полмесяца. И так получилось, что ходить туда далеко, и я перестала ходить. И в школе у нас учитель Татьяна Андреевна. Она мне говорит о этих конкурсах, куда нужно рисовать, что рисовать. Я рисую, отдаю ей рисунки, и она там уже отвозит, куда надо. И грамотно нам вручают в школе. Да и в спорте она показывает очень неплохие результаты. Первые места по дарсу, по прыжкам, это среди инвалидов, детей инвалидов. Ну, еще там какие-то грамоты много. Дело в том, что и у брата, и у сестры эпилепсия. У обоих есть и проблемы со зрением. У Сережи инвалидность. Именно из-за этого ребята учатся в специализированной школе-интернате для слабовидящих детей. Поэтому не всякие соревнования, да и не всякие виды спорта им доступны. Но несмотря на проблемы со здоровьем, в этой семье думают только о хорошем и готовятся к новым победам.